нулевые золотая эра пиратства отсутствие авторских прав как таковых если только юридически и полного незнания продюсерских центров интернета тогда можно было альбом наштамповать даже если группа об этом не знала что у нее есть альбом реально доброго времени суток мои маленькие любители вокала потяжелее с вами я фауст на канале friday school и сегодня мы с вами немножечко ностальгируем а ностальгируем по какой теме правильно по нулевым но прежде чем начнем наше видео как всегда просим вас подписаться на наш канал поставить лайк поставить колокольчик рассказать об этом видео друзьям и самое главное пройти по всем ссылкам в описании особенно обратить внимание на донейт фэй потому что кушать то хочется нам между прочим погнали далекие нулевые вконтакте можно было найти вполне себе на полных серьезных шах вот такие вот вещи то есть вы знали что столько групп написали пить вот эту вот песню кстати если вы забыли вот как она звучала а мы не ангелы баре нет мы не ангелы темные двори и сорваны планки нам если нас спросят чего мы хотели бы мы бы взлетели мы бы взлетели вот как сейчас помню были там в исполнителях и слепнот и мадвейн и нирвана и пикси с элисен чейнс и конечно же бедва стих мата аматоре и прочее и мы с пацанами вообще всегда хотели узнать а как они все это записали ну конечно же а в оригинальный автор песни был другой но таким образом эта песня продвинулась массы и собственно говоря аудитория заинтересовалась непосредственно исполнителем этой песни но это вообще цветочки таких песен можно было много найти особенно многострадальный слепнот были ошибочно восприняты за down the sun за многие другие группы особенно вот таких вот вариациях и это было вызвано не только тем что группы пиарились как то вы не подумайте на самом деле виной всему были фанаты особенно те которые не могли дождаться нормального релиза своей любимой группы и давайте с вами еще обсудим пару интересных случаев когда фанаты за группу выпускали какие-то релизы опять же вернемся к слепнот во времена испанской инквизиции динозавров можно было отыскать импатришники своей любимой группы которые содержали огромное количество альбомов которые можно было заслушать просто до дыр и слепнот были не исключением и на многих пиратских и патришников не знающие сборщики этих самых патришников пихали такой альбом клан клан альбом который появился на рынке в самом начале 2001 года за пределами снг он малоизвестен но внутри наделал достаточно шума и срачей среди русских магатов давайте расследовать итак обложка зацените какой корявый пейнт но люди верили также легенды гласят что на обратной стороне коробки есть надпись бай васильич но вот единственное изображение жопы и качество кстати тоже жопа что по поводу трек листа найдите зацените сами какой там винегрет но вот вам список оригиналов откуда что взялось по узите и находите и вот вам на засыпочку еще один интересный случай только теперь с линкен парк и теми же самыми mp3 никами если вы покупали такие вот патришники особенно где вы были собраны якобы все альбомы группы линкен парк там была одна черная овечка под названием и причем реально люди верили что это линкен парк представляете а вот сами заценить и что же это за альбом альбом полон песен особенно с пошлыми названиями ну потому что альбом называется erection но что касаемо самого альбома сейчас внимание будет разоблачение слышали ли вы про группу tribal inc tribal inc буквально племенные чернила шведская рэп-рок группа исполняющий песни на английском языке группа была сформирована в 2002 году слава в мире пришла с песни refugee которую адресовали линкен парк в россии групп стала популярной после выхода в 2003 году альбома линкен парк под названием erection но говоря о старте группы все началось так швеции была своя фабрика звезд только про рок группы и пять победителей этого телешоу собрались tribal inc выпустив честь этого неудачный сингл а после целый альбом который ушел он некими фанатами под авторство линкен парк группа уже распалась но благодаря путнице tribal inc нашли своего слушателя но участникам было уже все равно а фанаты после выхода реального альбома минус the midnight заклепали сборник не выпущенных песен якобы линкен парк куда снова попали tribal inc ну собственно и все если у вас есть культовая группа и вам лень выпускать альбом подождите фанатов но так было раньше сейчас это не наблюдается потому что он же сам вконтакте все-таки следят за авторскими правами и некоторые пиратские треки вы уже не найдете особенно полный список исполнителей песни мы не ангелы и таких случаев было много тот же самый green day почему-то сон тупел нирвана пела песню пургена почему-то так хотел стать ну а на этом собственно все подписываемся на канал ставим лайки проходим по всем ссылочка в описании всего вам доброго скоро свидимся